Как изменится качество отечественного образования с внедрением в школьную программу и работу педагогов элементов искусственного интеллекта? Эту тему далее обсудим с нашими экспертами. У нас в гостях вице-президент Национальной Академии Образования имени Алтен Салина, Министерства Просвещения Казахстана, Руслан Надильханович Каратабанов. Руслан Надильханович, добрый вечер. Ну, вы вот в сюжете уже сказали, немножко прошлись по этой теме, сейчас более подробно поговорим. И первый вопрос, конечно, всех волнует, кто же будет учить детей, да, как использовать искусственный интеллект, с чем и вообще его есть, если грубо сказать. Какое количество педагогов в стране сейчас владеет уже навыками взаимодействия с ИИ, да, и назовите общий портрет такого педагога. Каким он должен быть, зависит ли это от возраста, от компетенции, от того вуза, который он заканчивал? Во-первых, такой целенаправленности статистики никто не ведет, кто владеет искусственным интеллектом, кто не владеет. Но посредственно, косвенно мы уже понимаем, что они в практике школьных учителей уже существуют. Это показала и августовская конференция, когда живые учителя делились своими лайфхаками, своими наработками, показывали мастер-классы. Это были и самые разные регионы, то есть уже в систему среднего образования искусственный интеллект пришел. Теперь искусственный интеллект, очень хороший вопрос, кто будет обучать, будут обучать детей наши учителя. Тем более, что с 2026 года в систему школьного образования войдут учебные программы по всем предметам, куда уже навыки работы с искусственным интеллектом, но в интересах самого предмета включены. И перед этим за год мы будем по всем этим программам через филиальную сеть УРЛИ и других центров повышение квалификации, повышать квалификацию самих учителей. Руслан Тиханович, извините, мне сообщают, что у вас не слышно именно микрофон, техническая проблема. Мы сейчас продолжим с вами говорить, а пока прервемся на сюжет. Больше 200 подростков в ОКТУБе получили консультации психологов, старшеклассников переходного возраста. Выслушали специалисты городского центра психологической поддержки, обсудили с ними различные жизненные ситуации и цели на будущее. Напомню, глава государства Касан Жмар Тухаев акцентировал внимание педагогов на необходимости обновления модели психологической помощи подрастающему поколению. Как выполнять поручения президента в регионе, узнал Вячеслав Витлугин. Популярный термин «закрыть гештальт», то есть завершить что-то в прошлом и уверенно шагать в будущее, разбирают подростки в ОКТУБе. У современной молодежи сегодня есть даже личные психологи. Они тет-а-тет обсуждают проблемы в семье, варианты выбора образования и профессии. Психологу Ментай Телагысовой открываются даже самые замкнутые ребята. Мы работаем не только с детьми, но и с родителями. Я учу их прежде всего внутри семьи разрешать разногласия, научиться понимать, принимать и направлять детей. Сегодня в центре работают 35 психологов, наладили и работу онлайн, консультации в мессенджерах. Социальные педагоги ставят задачу не допустить факты насилия и буллинга на самых ранних стадиях. Поэтому горячая линия действует едва ли не круглосуточно. Теперь необходимо расширить формат психологической службы и охватить всю область со всеми городами и селами. Делится планами специалист регионального управления образования Амина Нурманова. Целью является создание единой психологической службы по области. На данном месте в Октюбинской области у нас находится самый город Октюбе данный центр. Сейчас специалисты центра учатся работать в прямом контакте с родителями и школами. Уже на практике за разбором жизненных ситуаций разрабатывают новые концепции психологической помощи детям. Работу психологов курируют и на правительственном уровне. В 20 областях страны сегодня находятся уполномоченные по правам детей. Созданы 14 центров психологической помощи. Вячеслав Фитлугин, Мансур Искожин, Айнадин Молдобеков, Айбек Даутов, Октюбе, 24КЗ. Ну а мы возвращаемся к теме обсуждения внедрения искусственного интеллекта и нейросетей в целом в школьную программу. Руслан Надельханович, к сожалению, у нас был технический сбой. Нет ли во внедрении искусственного интеллекта в учебные заведения нашей страны таких сбоев? Таких сбоев нет, потому что, когда мы говорим об искусственном интеллекте, надо понимать, что он есть негенеративный и генеративный. Негенеративный мы используем давно. Это те же самые службы перевода, это те же самые службы, допустим, программы по изучению иностранного языка, это геонавигационные программы, поверни налево, поверни направо и так далее. То есть негенеративный искусственный интеллект мы уже используем давно и в своей обычной жизни, и в школьной практике. Теперь появился генеративный интеллект и как минимум чатом GPT все научились пользоваться. Со временем уже индустрия предлагает специализированные, уже адаптированные под школьную практику искусственные интеллекты. И мастер-классы нашей конференции, наши вебинары показывают, что учителя становятся активными пользователями всех этих видов интеллектов. Конкретные кейсы уже есть, да, как нейросети помогают в работе? Где именно применяется? В каких может быть учебных дисциплинах? В первую очередь искусственный интеллект становится очень хорошим ассистентом для самого учителя. Например, он мне может подсказать актуальные темы для проектных заданий ученикам. Либо когда я затрудняюсь, а как я буду оценивать проект, он мне может помочь составить критерии оценивания различных дескрипторов. Если я хочу какой-то креативный текст, либо креативное задание, я также могу прибегнуть к помощи искусственного интеллекта. Это с одной стороны. С другой стороны, в школьные программы мы включили такие темы, как при изучении языков, используя искусственный интеллект для проверки своего эссе. Используя искусственный интеллект для того, чтобы прорабатывать свои навыки слушания и так далее. Вот эти кейсы уже есть. И вчерашний августовский саммит, его мастер-классы, его выставки показали, что искусственный интеллект уже встроен в электронные учебники. И для учеников искусственный интеллект очень помогает быстро осваивать тему, потому что у ученика самая большая издержка – это когнитивная. То есть затраты, связанные с освоением материала. И тут через визуал, через различные модальности дети быстрее осваивают тему, нежели это было раньше без цифровых технологий. Мы все видели, как проходит забастовка в Соединенных Штатах, когда против нейросетей выступали сценаристы, актеры. Они боятся, но тут понятное дело, что когда-нибудь искусственный интеллект и нейросети заменят вообще их профессию. Как здесь быть? Существует ли риск, что преподаватели заменят нейросети? И что вообще? Перспективы, возможные риски и вызовы? Когда впервые появился генеративный искусственный интеллект, сразу появилась серия научных публикаций. Мы в основном интересуемся научными публикациями. Это в журналах, индексируемых журналах, Scopus, Web of Science. Тогда авторы, исследователи выражали тревогу, что многие профессии заменят искусственный интеллект. Сейчас, когда мы делаем на текущее состояние, на август 2024 года, уже эти исследования носят его результаты позитивный характер. Оказывается, искусственный интеллект не может заменить человека, особенно в тех случаях, когда требуется эмпатия, когда требуется эмоциональный интеллект, когда требуется дружеская поддержка. И клиенты будут тяготеть к человеку, и дети будут тяготеть к человеку. И у искусственного интеллекта может быть все, но не может быть человеческого тепла и доброты. Это самое бесценное, что у нас есть, и к чему стремится человек. И теперь сами производители искусственного интеллекта, теперь его обучают таким образом, чтобы он на деструктивный контент не выдавал ничего. И сейчас любой ученик, любой желающий может проверить, если мы запросим что-то экстраординарное, которое наносит вред человеку или человечеству, искусственный интеллект просто тебе может ответить, извините, я не могу выполнить это задание. Грубо говоря, украшать уроки просто будет искусственный интеллект, но педагогов пока заменять не собираются. Педагогов он не заменит, потому что человеку все равно для... Я могу читать в цифровом формате, я могу получать очень много ответов, но мне все равно нужна человеческая поддержка, обратная связь от самого человека, наставника, учителя. С нами на связи еще один эксперт, директор департамента по разработке программного обеспечения, в то школа нового поколения NGC, GS, Мурат Жанатович Жашкеев. Мурат Жанатович, вы нас слышите? Пока нет связи, к сожалению. Пока продолжим. Опять же, как будет идти подготовка кадров таких педагогов, которые активно внедряют, используют, и показывают все прелести нейросети, искусственного интеллекта детям? Как я говорил, искусственный интеллект вошел во все программы, и поэтому до внедрения этих учебных программ в учебный процесс вся республика должна быть охвачена обучением. Поэтому Национальный центр повышения квалификации, УРЛЕУ, и другие операторы повышения квалификации, они будут вовлечены в этот процесс, и будет фронтальное обучение разным инструментам, цифрового инструмента для самых разных функционалов и для педагогики, и для того, чтобы ИИ стал их ассистентом. Обучение фронтальное будет. И с другой стороны, скорее всего, и высшие учебные заведения педагогические, и колледжи также будут включать в свои образовательные программы эти элементы, поскольку мы не должны, как страна, отставать от этого тренда. И если мы немного отстанем, то это будет очень большим технологическим разрывом, как бы в масштабах человечества. Трехлетнее, четырехлетнее отставание, это для экономики практически недопустимо. У нас появилась связь с Муратом Жанатовичем, Жашкеевым. Мурат Жанатович, добрый вечер. Как слышно? Мурат Жанатович? Кажется, не слышит наш гость. Давайте попробуем еще чуть позже. А к слову, может быть, интернет сбоит. Как раз-таки об интернете. А как использование нейросетей будет в казахстанских селах? Не секрет же, что не везде есть высокоскоростной интернет, и дети, проживающие в аулах, тоже нуждаются в этом? Сейчас Министерство просвещения проводит очень большую работу по проведению интернета и работает с самыми различными операторами, это Казахтелеком и так далее. Именно по инициативе Министерства просвещения в отдаленные регионы впервые были закуплены, установлены спутники Старлинк. И теперь пилотирование показало, что это хорошая инициатива. И теперь везде районы, где будут испытывать трудности, они будут обеспечены. Но, насколько мне известно, сейчас уже более 90% всех школ подключены к интернету, и скорость довольно неплохая. Она не будет мешать образовательному процессу. Смотрите, я представляю себя учеником, который учится сейчас. И я знаю, что нейросети могут мне очень хорошо облегчить учебный процесс, сделать домашнее задание, за меня написать эссе, сочинение, либо решить математическое уравнение. Есть ли правила использования, какой-то лимит будет для учеников? Как оценивать уровень подготовки ученика, оценивать его работу? Как вообще определить, что есть здесь нейросеть, а что лично его мнение, его способности? Во-первых, мы этические нормы использования искусственного интеллекта, они актуальны сейчас во всем мире. Каждый университет, каждая страна для своей школьной системы прорабатывают академические правила, правила академической честности, где человек, допустим, студент или ученик может использовать информацию, полученную, сгенерированную искусственным интеллектом, но он должен указать, этот фрагмент сгенерирован чатом GPT и так далее. Тогда это будет академически честно, с одной стороны. С другой стороны, не всегда искусственный интеллект выдает тебе достоверный, качественный контент. Всегда необходимо, во-первых, перепроверять, уточнять. И с другой стороны, у нас при обучении языкам есть такой навык, как перефразирование. Ты должен перефразировать, как минимум. И с другой стороны, у учителя всегда есть антиплагиат, и любую работу ученика я могу загрузить в тот же GPT, сказать, это ты написал, он говорит, это я написал. Сверить. Да, сверить. И таким образом необходимо прививать этику и академическую честность, и говорить ученику, ты можешь, но при этом правильно ссылайся, правильно указывай, честно указывай, и если есть возможность, перефразируй. Это будет развивать твои языковые навыки. С другой стороны, генеративный интеллект выдает, искусственный интеллект тебе выдает контент, но ты этот контент должен осмыслить, и поэтому учитель учит его мыслить. К примеру, я могу сказать, интернет выдал, искусственный интеллект, глок, акуз, драсс, шайка, кудал, ну, бакрай, и курдячит, бакрёнка. Информация выдана, но ребёнок должен понять, что это за информация, что там происходит, мыслить, выразить своё мнение, аргументировать и так далее. Это происходит только с помощью педагога. Что бы не превратился просто учебный процесс, почему я спрашиваю, да и казахстанцев это, безусловно, интересует в принцип контроль-цик, контроль-вэк. И с другой стороны, сейчас мы перешли на конструктивизм, то есть ребёнок должен, ученик должен сам добывать знания, и теперь и цели обучения, и задания строятся таким образом, что только одним искусственным интеллектом ты не обойдёшься. И если искусственно создаём задание, то ученик может пользоваться, например, из такой метода, открытая книга, я задаю такое задание, где ты можешь пользоваться всем, и ни в одном источнике нет готового ответа на это задание. И поэтому ты будешь вынужден и размышлять, и мыслить, и ограничиваться, не ограничиваться только одним чатом GPT. — Ну, про антиаплагиат вы уже сказали. А что касается вообще на международной арене, в плане внедрения искусственного интеллекта в наши школы, есть ли какие-то уже успехи в школьных олимпиадах на международной арене или внутри страновом уровне? — Об этом достоверно может сказать, наверное, профильный центр ДАРН. Это другая компания, которая работает с олимпиадниками. Я сейчас боюсь просто ввести в заблуждении. Но я уверен, что какая-то помощь технологического прорыва все-таки есть. — И давайте еще раз повторим портрет педагога в начале нашей беседы, когда у нас были проблемы со звуком. Еще раз повторите вообще, как должен выглядеть, кем должен быть педагог, каким он должен быть, который использует. — Педагогу самое главное требование — он должен любить детей раз, знать свой предмет два, и в уместных контекстах, в уместных сочетаниях применять различные технологии, в том числе технологии искусственного интеллекта. Портрета нет, потому что я недавно знакомился с человеком практически пенсионного возраста, и он овладел несколькими инструментами искусственного интеллекта, и очень сожалеет, что эти технологии пришли и тогда, когда ему выходить на пенсию. Молодежь практически вся пользуется. Наверное, люди в возрасте 40-50 лет, они достаточно осторожны, и система образования должна быть в какой-то степени по-здоровому, консервативной, и вот они вот этот здоровый консерватизм обеспечивают, переходя осторожно на какие-то только опробированные, достоверные инструменты. А молодежь, она всегда склонна к рискам, опять эта здоровая склонность. И портрет вывести очень сложно, потому что и старый млад, учителя все уже пользуются в той или иной степени. Ну что сказать, не только пенсионеры завидуют, наверное, нынешнему поколению, да и педагогам, которые сейчас будут использовать, даже во мне тоже есть белая зависимость к школьникам, которые сейчас будут учиться совместно с искусственным интеллектом. Но это ясно, что на благо. Будущее за этим. Будущее за этим. Мы ни в коем случае не должны отставать. Спасибо. У нас в студии был вице-президент Национальной академии образования имени Алтын-Царина Министерства просвещения Республики Казахстан, Каратабанов, Руслан Адильханович. А на этом мы прощаемся с вами. Не переключайтесь, следите за событиями в нашей стране и в мире вместе с 24КЗ. Субтитры создавал DimaTorzok